всем привет сегодня вам покажу как заменить стик на геймпаде от пластейшн 3 тема возможно уже скоро будет актуально потому что пятерок вам не дождаться ребята дело в том что этот геймпад попал не помню уже откуда он лежит уже несколько лет на лоджи у меня разобраны так как в нем был один полностью раскороченный стик я его феном выпаял аккуратно и заказывал два раза с алиэкспресс стики должно было подойти но и так и не подошли еще раз все промерил штангель циркуле чтобы все и нашел наконец нужные стики стики такие очень хорошие потому что от если сравнить с теми которые ранее переходили то нет как бы немножко в максимальном значении они даже заедают вот видите вот ну что это за стик вот это ерунда как это не стик помню сейчас я впаяю вот этот наконец стик теперь уже не феном обычным паяльником принципе можно все четко он попадает вот эти четыре ножки и они подианали прибавится это чисто чтоб держался он у нас два реостата от аут переменных сопротивления здесь идет которую отвечает за повороты ну и сам микрик вот с этой стороны одновременно можно прогревать ножки все четко ровно стоит он загнуть при надо как раз 234 все и по диагонали пропаять вот эти два контакта проверяем все все работает нажимается так это у нас на место теперь кнопочки нужно установить так получается перевернутом виде крестовина у нас справа вот она так пойти вот это у нас проверяем чтобы все работали нажимались кнопочки с одними стиками прислали даже еще кнопки запас а вот этот продавец очень хороший потому что доставил быстро единственно что переплатил 100 рублей чтобы он доставил в пятерочку так пойди вот это у нас что хорошо вот здесь кнопочки все направляющие разные то есть вы их не перепутаете вот видите крестик внизу квадратик у нас ближе к центру здесь кружок здесь треугольник так и еще у нас кнопка кнопка главное меню пастейшин так генок тоже получается вверх-вниз видите даже тоже есть паз чтобы она не крутилась вот все продумано все хорошо до мелочей продумал так резиночки селек старт почему на четверке убрали старт все таки и сделали какую-то оптиум ну что это за кнопка оптим старт есть кнопка стартовать вот эта часть одевается сюда чтобы плата вровень легла так вставляем платку аккуратнее с шлейфом сильно не перебивайте чтоб он не сломался и у нас двух местах вот здесь вот получается есть направляющие в них же потом вкручиваться болты вот этот шлейф нужно пропустить внизу вот так вот вот будет правильно то есть вставляем аккуратно вот эту платку а потом опускаем верхнюю же точно так же здесь начало это потом пускаем вниз все вот так то получается дайте я сейчас припаяю вибромоторчики один стоял здесь с маленьким груз груза проверим чтобы ничего не мешало и на платке смонул я надеюсь у вас вообще они нет нет появится просто он не валялся и так на платке будут обозначение м и даже м минус м плюс ну соответственно минус это черный проводок красный это у нас плюс это вот так вот раз проверяем атаку ничего не задевает отлично теперь мы точно также припаяна на платке ищем буковки м передние кнопки широкой стороной внизу ставим вот так вот проверяем чтобы нажималась есть нажатие вторая кнопка вторая кнопка также широкими вниз вверх нажимается все ну и аккумулятор аккумулятор у нас здесь был приклеен поэтому берем двухсторонний скотч то есть чтобы он болтался внутри и прямо к плате он был приклеен все теперь он болтаться не будет теперь берем нижнюю часть верхнюю переворачиваем и аккуратно опускаем нам нужно чтобы пружинки нижний кнопок они должны упереться в плату нам самое главное чтобы кнопочки отойдет нажимались пружинки попали куда следует все в принципе он защелкнул перетянуть весь по периметру ну и последний маневр это можно поставить ну надо приклеить ее потому что он все равно будет болтаться без основной резинки вот так вот здесь болтается здесь нет вот тут эту часть можно приклеить еще один стик в запасе еще куча непонятных стиков на какие гимпады а вот этого продавца я советую оставлю на него ссылку в описании будут вопросы задавайте всем удачи пока